Всем привет! Меня зовут Женя и с вами Вкусно ТВ. И сегодня будем готовить вот такой потрясающий, супер вкусненький, красивенький десертик, который называется... Насалады паша лукум. Это такой мягенький десерт, очень вкусный, очень... Ну, в общем, давайте готовить и там увидите сами. Итак, это приблизительно то, что нам надо будет. Это печенье. Вот такое мы взяли, бисквит. Вы можете взять любой, какой вам более нравится. Подойдет. Сахар, мука стакан, апельсины, то есть сок апельсина стакан, килограмм молока, там не шаста, точнее крахмал, и вот такая кастрюлька. Берем печенье и с помощью глендера, либо руками в пакете, или скалкой. В общем, можете его покрошить, сделать из него такую практически как муку. И сейчас будем делать мы в алиби. Это стакан сахара, стакан муки и один килограмм молока. То есть это где-то 5 стаканов. Хорошо размешиваем и ставим на огонь, варим до загустения. И вот что у нас получилось. Смотрите, он такой густой стал. Буквально 5 минут это заняло. Может, у кого-то больше. И смотрите, да, вот прям. Его надо помешивать постоянно, постоянно помешивать, не отходя от плиты, чтобы он не пригорел, потому что он может быстренько-быстренько пригореть. Сейчас можете добавить ванильный сахар, так для аромата. И, естественно, немножко масла добавим. Сюда капельку маслица. Так, тени будут, тени будут, потому что вечером готовим. Все, когда у вас уже ваш крем начинает, мухалибе начинает так кипеть, такие бурбалки, еще чуть-чуть совсем можно его подержать на плите, а там дальше. Бросаем масло, ванильный песок, сахар и выключаем. Точнее, выключаем и потом добавляем все. Да, вот целая ложка сливочного масла и ванильный сахар. Это у нас обычный такой 10 грамм, который. Говорят, что он очень вредный, поэтому, смотрите, можно его не добавлять. Все хорошенько размешиваем. Что в нашей жизни не вредно. Сейчас все вредно, если честно. Ну, конечно, лучше избегать, если чего-то можно не использовать, то, конечно, лучше не рисковать. И все, так вот, смотрите, разбивайте, чтобы никаких комков не было. Все, мухалибе готово. Все любили. Сейчас вот наше печенье, которое мы на блендере взбили в крошку. Сейчас так, руками. Берем противень, у нас обычный противень для плиты. Вы же смотрите, ищите что-то подобное, потому что, ну, в общем, дальнейший процесс я вам покажу. И вы поймете, для чего надо именно такого размера. Ну, либо первый раз можно попробовать на другом. Чем-то, а потом поймете суть. И, в общем, будете делать уже по-другому. Так, берем это печенье. В общем, это у нас как первый слой. Как будто бы на чизкейк. Такого плана. Только совсем тоненько, и не добавляли мы ничего сюда. Здесь у нас будет вот, в Хиндистане, здесь это кокосовая стружка. Но вы можете делать без нее, вы можете делать полностью на весь противень одно печенье. Точно так же стараемся уложить это все ровным слоем, без дырочек. Вот что у нас получилось. И пока наш крем не остыл, вот так вот его аккуратненько с помощью черпака выливаем на печенье и на кокосовую стружку. Еще раз повторюсь, это может быть сплошное печенье, то есть без кокосовой стружки. Ну, мама делает так. Вот так вот. Или такие русские шеи, а вот так в массу. Пашалукум. Название это Пашалукум. Так, ну. Вот так вот выливаем, выливаем, чтобы не было дырочек. То есть это у нас получается второй слой, именно вот этого мухалиби. Чтобы не пропустить, стараемся, да, чтобы было так все. И сейчас, естественно, это все постараемся сделать ровненьким слоем. Да, с одной стороны попугай, с другой стороны сын. Ребята, простите, я пучак дырчаек называется. И вот, берите что-то такое, чтобы вам было удобно. У нас это такая лопатка для торта, типа как шпатель, но это даже не шпатель. И старайтесь так, чтобы за шпателем этим тесто не тянулось, в плане того, чтобы оно не схватило нижний слой, да, и не перевернулось, потому что это возможно. Вот так аккуратненько, вот видите, как оно тянется за шпатель, может поднять вам и все, в общем, испортить. Не торопитесь, аккуратно, это на самом деле не сложно, но просто немножко... Не спешите. В общем, суть вы поняли. Это очень интересно, очень просто, потому что эти ингредиенты есть у каждого. И сделать это однозначно можно дома. И удивить гостей, потому что, ну, интересная штука. Вот, в общем, увидите. И оставляем вот это остывать полностью. Мы вообще-то даже поставим не в холодильник, а на балкон. Сейчас у нас зима, январь месяц. Поэтому пускай остывает. Так, пока остывает наша основная часть, делаем следующее. Здесь у меня 4 столовые ложки сахара. Вы же можете пробовать по вкусу. Одна ложка, ну, достаточно такая серьезная, с горочкой крахмала. Крахмал можете брать любой. У нас это кукурузный крахмал. Вы можете подчеркнуть на какой есть. Один стакан апельсинового сока свежевыжатого. Ну, либо же это может быть любой другой сок. Не обязательно свежевыжатый, из пакета тоже. Точнее, 2 стакана апельсинового сока. Я же говорю, вы можете взять это вишневый сок, яблочный, какой вам больше нравится, но так, чтобы он, конечно же, сочетался с этой сладостью, с этой десертом, которую мы будем готовить. Мы сейчас добавили один стакан апельсинового сока, один стакан воды. То есть, вы точно так же можете сделать. Ну, естественно, чтобы вкус был более концентрированный, лучше будет больше сока. Но тоже все по вкусу. Мы можем это делать на первый раз. И здесь у нас апельсиновая цедра есть с одного апельсина. Это уже после того, как мы приготовим этот крем. Добавим апельсиновую цедру для аромата, для вкуса, для цвета. И структура тоже будет такая интересная. Вот. И тоже все включаем огонь. И это дело так же варим до загустения. Мешая, конечно же, не отходя. Мама говорит, что вот это можно есть даже просто без всяких десертов. Просто разложить по тарелочке, посыпать стружкой. И это уже готовый десерт. Апельсиновый такой десерт. Все. Видите, он тоже загустел. Прошло буквально 3 минуты. Бросили... Бросили цедру. Выключили. И сейчас берем с балкона основную часть нашего десерта. Противень. И пока не остыл вот этот апельсиновый крем, будем его выкладывать наверх. Муракуль. Вот наш муалибин. И сейчас точно так же выливаем по всему наш апельсиновый крем. Старайтесь так, чтобы он не остыл. То есть сразу, как только приготовили, сразу же его разливаем. Вот, смотрите, как-то еще стружка апельсиновая смотрится так. Очень красиво, очень. Камера не передает вот этого цвета. Она такая, как желатиновая. Как будто желе. Благодаря крахмалу. И вот именно стружка, не стружка, а цедра. Очень красиво. Все, вот так тоже стараемся по всему. Уалеби разлить наш крем апельсиновый. Мам, дал попробовать. Объедение. А я чуть-чуть как-же. Ребята, это можно приготовить реально вот так вот ложкой, лучше черпаком есть Апельсиновый этот Куплеры и курицы, бальчики Бардачные Можно это вырезать с помощью стакана Когда оно застынет, просто такие делать Или кубики, или квадратики, или кружочки И сверху поливать вот этим вот Я даже не знаю, соусом супер Все, оставляем остывать тоже на балкон Итак, уже все застыло Отмеряете, ну так по сантиметров 10 наверное Такие полосочки режете, оно все такое прям тверденькое, хорошо режется И потом посерединке Сразу сделали такие, как для рулетиков Полосочки, а потом посередине разрезали И берете с помощью ножа Смотрите, как оно все Ну да, может ломаться, это не страшно И смотрите, какая красота получилась Мама разрезала, сделала их поменьше Потому что когда поменьше, проще Чтобы они не ломались посерединке Вот типа вот так вот Хотите делать такой рулетик Отрезаете, можно отрезать вот эти боковины Потому что они такие не совсем, может быть, ровненькие, красивые Разрезаете посерединке этот рулетик О, смотрите, какая прелесть Ай, анельная салакина на умаз, говорю у нее Валла Чокусель И вот такой легкий Да, не совсем диетический, конечно, десерт Но десерт, знаете, это только ягодки, наверное, могут быть И то ягодки тоже не диетические Там тоже куча глюкозы, фруктозы А это уже с печеньем Вот смотрите, как он выглядит Ай Очень красиво Можно сделать потоньше мухалиби И тогда он не будет разваливаться Хотя тоже не факт Немножко, мама говорит, чуть-чуть получилось толстоватым Если вот это мухалиби будет потоньше Тогда есть больше вероятности, что оно не развалится То есть, точнее, не будет лопаться, да, вот это вот И вот, смотрите, что за прелесть Разве не красиво? Очень красиво Немножко повернем Вот По-моему, прелесть Просто такая красота Так что, ребята, очень просто Но я уверена, что этим десертом можно удивить своих гостей Можно придумать еще, например, ягодкой украсить сверху Можно еще грецкий орех положить Можно еще стружки насыпать В общем, это уже на ваше усмотрение Какой-нибудь соус еще можно сверху полить Фруктовый тоже, в принципе Так что, мятой красиво украсить Зелененькой, свежей Так, что творите Это реально Как раз вот такое поле деятельности Для развития вашего Дизайнерских ваших способностей Именно в еде Поэтому, ребята, надеюсь, что этот рецепт вам понравился И вы обязательно его приготовите То есть, суть вы поняли Главное, чтобы вот это мухалиби не было толстым Потому что, если оно будет очень толстым Видите, вот это вот потолще получилось И оно треснуло Это потоньше Видите, как оно идеально свернулось с такими рулетиками Ничего не треснуло Все в порядке То есть, суть понятна Мы такие везучие, это все для гостей А вот то, которое сломалось и некрасиво выглядит Мы съедим Так что, я говорю, удачно нашей стороне Будем это есть